всем доброго времени суток друзья приветствую себя на канале знаете у нас снова начались морозы такой красивый декабрист столько много у него цветов здесь прохладно на этом окне у него вот я смотрю вот так вот со стороны может через камеру не видно так вот я смотрю он весь цветах весь там тоже цветы на гречка ходила на компост относила картофель начинки варила супчик шахтерский с гречкой и ходила очистки выбрасывала туда на это на компост и мне оттуда было видно сейчас не включаю на крыльцо свет что такое куда пошел а не пошел встречи так они еще нету и она только работать закончила она в городе еще еще не едет пошел уже встречать скачет вот я все так все и вот смотрела оттуда их знаете так он полно 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 цветов вот внизу цветок вот там вот какой большой раздел но я вот смотрю сейчас по расцветке цветов да здесь скорее всего два сорта потому что вот это вот этот вот ярко розовый его видно а вот этот морковный это самый первый мой цветок который я вот была купила один купила на рынке уже в бабушке там и потом уже от него уже размножала то есть отрезала стояла водичку и и они уже вот этот вот старенький видите у них какой ствол такой каменный такой вот сегодня полила их красота красоте вечная блин столько не дает смотрите сколько цветов просто волшебный вот он у меня однобокий потому что там солнце рассветы и там солнышко и там прохладно конечно солнышко с утра и потом прохладно и вот такой здесь на окне он тут на окне такой однобокий видите все веточки туда повернулись вот смотрите какой полностью весь цветов полностью очень шикардос и у меня знаете такой был но и веточки немножко другие были хотя может быть такой может быть такой нет у него цветочки висели вниз вот как в коридоре там вот висят такой цветок и он был точно такой же просто точно такой же когда жили на квартире и съезжали оттуда там цветок этот стоял кто-то его выбросил и он стоял в коридоре то просто выставили в коридор в подъезд подъезде стоял вот и я я приеду братске тогда жила в 2010 году вот и я приехала домой там за вещами приехала вот и смотрю он стоит выброшенный думаю чем будет выброшенный попробую я его как бы ну реанимировать я купила грунт ему хороший пересадила ему горшочек свой пересадила и вы знаете он так отрос хорошо он был такой шикарный у него было столько цветов вот как сейчас да вот на этом цветке на этом декабристе вот он с одной стороны то над на том было кругом было цвету просто кругу и он уже десятом году мы уже в одиннадцатом году когда купили дом с квартире переехали я его забрала там были кактусы маленькие и те цветы которые вот женщина переезжала тоже уезжала другой город и цветы она распродавала она на карлмарштадте там где-то в шестьдесят восьмом доме я у нее тогда купила замел кулька скупила и такие цветы знаете как зонтиками то ли пальма тут и что я не помню сейчас как называется зонтиками такие цветы и тогда я их перевезла много ну тогда что 5 не огромных цветов но этот шикарный да и потом я покупала хризантемы покупала в зеленом в зеленый ездила на новый год купила такая метель была такой снег шел и я поехала в зеленый там за овощами по моему я ездила лишь а подарки я ездила покупала всем на новый год ну и там овощи надо было купить и увидела там цветочном магазине продавали хризантемы купила и белую 2 белых махровых и 1 обычно и розовую купила сиреневую там розовую вот у меня такой праздник знаете был там были окна огромные большие не то что здесь маленькие окна здесь дом маленький а сам большой дом был и окна были большие было шикарно так красиво красиво и так радоваться цветка как ребенок игрушки вот но сегодня у нас что 24 января я знаете решила сделать такие булочки на завтрак они будут такие пышные тесто на с одним секретом ухты листики тесто с одним секретом какой секрет я уже как бы говорила какой секрет вот на 300 нас 300 миллилитров молока 500 грамм муки и добавляется 1 столовая ложка манки они тогда такие воздушные получается вот еще тесто я буду делать косички вот еще смотрите видите какой тесто воздушные вот такие вот я колобочки сделала они на расстойке смотрите смотрите как он воздушный видите сейчас скатаю колбаску и нарежу еще оно такое ароматное 7 грамм 7 грамм 9 грамм дрожжей молочко растительное масло сливочное масло у меня есть уже на канале где выпечка я там пекла булочки вот смотрите видите какая под колбаска и так я порежу порежу и искать скатаю колобочки и сделаю такие косички вот еще тесто осталось и ну вот какой воздушная мягкая воздушная ароматная это я даже ванили не добавляла него не ваниль не ванильный сахар но я такое тесто делаю еще вот на пироги пирог не можно пирог один из печь и там несколько штук получится вот этого пирог а еще булочки вот сегодня у меня сломалась швейная машинка я даже не шила даже не шила сломала лампочка сгорела в машинке и и лапка почему-то не прижимается надо вызывать ремонтника чтобы наладил сделал не живут люди вообще вот в этом доме никто не живет в том не живут на степной улице там вот заехали видать в отпуск ездили загорелся свет здесь тоже появились там появились люди а вот соседи у меня соседи нет с этой стороны соседи нету темно видите не в этом доме никто не живет не вот в другом не живет никто нету никого куда-то уехать вообще света нету далеко-далеко огоньки там школа горит и вот фонари в ряд который это на нашей улице я сегодня думаю но машинка сломана шить не смогу я тут собралась вышивать вышивку достала вот достала эту канву распределила ее по квадратикам чтобы легче было вышивать достала вот свою доску который вот с магнитами один была потеряла не могла найти бы заказала магазине в интернет-магазине заказала потом 2 нашла вижу . шарфик уже сколько связала клубочек вот делаю булочки на завтрак вот хорошо вкусненько будет завтра татьянин день на татьянин день будут булочки у нас хорошие вкусно ладно всем пока еще встретимся с вами не берите гадись и вуаля вот такая красота получилась такие получились бублики запеклись и такие косички воздушные знаете получилось тесто такое как у эклеров они воздушные воздушные за счет того что наверное одна столовая ложка манки они такие воздушные воздушные получились смазывала я одним желтком и одной столовой ложкой молока такая красота получился один и сейчас вторую я вот поставила духовку на температуру 180 200 градусов вот такие вкусные булочки у нас к чаю будут здесь в основном такие вот кральки кральки по-польски по-польски называются кральки и тут две косички еще вкусно пахнет вообще обалденно такая красота всем всего доброго подписывайтесь на мой канал кто еще не подписался ставьте пальчик вверх если вам понравилось видео не понравилось ставьте вниз пишите комментарии с удовольствием отвечу спасибо тем кто подписался смотрю у меня много новых подписчиков очень благодарю вас что вы смотрите мои видео значит вам интересно кто новые подписчики напишите может быть создать нужно видео знакомство потому что у меня 2000 видео наверное очень сложно найти то которое было самым первым вот хотя самое первое было капельки видео и и амуже второе было как бы я тогда начинала в 2015 году первое видео у меня вышло печально потеря близкого человека потом постепенно постепенно я добавляла новые видео а знакомство о доме 2017 год там какое-то видео есть поэтому если вам не трудно если вы хотите чтобы я создала видео знакомства с вами напишите пожалуйста под этим видео в комментарии потому что смотрю подписчиков много я даже не ожидала что столько будет много вообще начинала у меня было всего 26 подписчиков я был этого безмерно рада я не я просто выставляла видео для себя но подписчиков было много как-то как-то не необычно но я рада что вы подписались что вы смотрите мои видео значит вам это нравится и интересно всем всего доброго берегите себя и своих близких до новых встреч пока 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 пока